Будущее ЦРБ в селе Машинское стало темой рабочей встречи спикера регионального парламента Елены Писаревой с представителями Минздрава и правительства Новгородской области. Поводом для встречи стало грядущее объединение больницы с Боровической клиникой и растущее по этому поводу беспокойство жителей. В течение последних нескольких дней в адрес председателя областной думы пришло сразу несколько писем от жителей Машинского района. Обеспокоены и пациенты, и врачи. Дело в том, что сотрудники местной ЦРБ получили уведомление о сокращении. С марта клиника реорганизуется в филиал Боровической центральной районной больницы. Население пока не понимает, как будет организована помощь. Медики боятся остаться без работы. Моя огромная большущая просьба сделать все возможное для того, чтобы каждый специалист Боровической филиала, который у нас будет в марте месяце, соответственно, он работал, он был трудоустроен, чтобы мы на улицу, извините, не отправили ни одного человека, чтобы каждый человек у нас был трудоустроен. Ну и, конечно, успокоить всех жителей Машинского района для того, чтобы они получали услуги здравоохранения. Главврач Боровической ЦРБ Вадим Ладягин поспешил заверить, больница будет работать в том же режиме. Уведомления получили сотрудники обоих медучреждений в связи со сменой юридического статуса и слияния двух клиник. Все врачи в Машинском останутся при деле. Продолжит прием и стоматологический кабинет, возможное закрытие которого сильнее всего обеспокоило жителей. Более того, в районе уже запущена работа поста неотложенной медпомощи, и вскоре он должен стать мобильным, чтобы бригада смогла работать по вызову. Передвигается по территории и мобильный ФАП. Сейчас главная задача состоит в мониторинге объемов оказываемых больниц и услуг. По итогам первого квартала будет проведен анализ, какие направления остаются невостребованными жителями, а какие загружены сверх нормы. По поручению председателя областной думы и министра здравоохранения региона, районной администрации поручено провести информационную работу с населением, чтобы люди не забывали вовремя проходить диспансеризацию и записываться на профилактические приемы к своим докторам. Продолжение следует...